Милашка, Пупусь, Милана, 5 минут прошло, просыпайся. Милан, ты куда едешь? В школу. А почему с ледянкой? Ну, там есть горка. Ага. У нас просто в школе с детьми гуляют. Вот, перед внеурочкой. Покажи свою ледянку. Поэтому, пойдем, пойдем. Заходи, заходи быстрее. Нажимай. Нажимай, зайка. Первый. Вот она. Вот такая яркая. Как и Милана, розовый, да, Милан? Все розовое. Да. Это я у бабушки купила. Ну, мы у бабушки, когда жили, оставили. А теперь Милана, наконец-то, забрала. Я уже и забыла про нее. Ребят, всем большой привет. Не помню, здоровалась сегодня с вами или нет. У меня буквально полчаса для того, чтобы забрать Милану со школы. Ну, может быть, чуть больше, чтобы она успела еще погулять. Сейчас вам хочу показать то, как я сейчас храню документы. У меня два способа. Покажу предыдущий и который сейчас. Может быть, вам это будет интересно. И вы возьмете на заметку. И, возможно, вам это будет удобно. И вы также будете хранить документы. Ну, стараюсь вам как можно быстрее все показать. Значит, вот этот способ в коробке. Вы знаете, он достаточно большой. Но если у вас позволяет место в квартире, то его можно использовать. И этот способ, которым я пользуюсь сейчас. Ну, а эта папочка, это способ, которым я пользовалась до. И вы знаете, он тоже очень удобный. И хочу сказать, что если вам нравится использовать папки в хранении документов, постарайтесь купить папку, где вот эти вот файлики, скажем так, они все сразу же скреплены. И, на мой взгляд, это намного удобней. К примеру, вот есть такая папка, где нужно все документы в отдельный файлик. Это постоянно перемешивается. Видите, у нас все никак до конца не сложен. Неудобно, вот с силой прям нужно отделять эти файлики. С другой стороны, можно сказать, что разделил, взял файлик и побежал туда, куда надо. Но мне оказалось намного удобней папка, где файлы не... Сейчас документы пролистаю. Не нужно вытаскивать. Я вытащила документ нужный мне, положила файлик и пошла. Это более такой, знаете, компактный вариант, чем вот этот. Ну, это, на мой взгляд. Ну, и перейдем к способу, который я использую в данный момент. И, конечно же, я его на YouTube посмотрела. Я о нем раньше не слышала. В Икеа продается вот такой вот набор, где представлены, собственно говоря, такие вот небольшие папки черного и такого белого цвета прозрачного. Также держатели для бумажечки отрывные, где вы можете сразу написать, что в этой папке находится. Такие, скажем, прозрачные бейджики, куда вы, собственно говоря, эту бумажечку засунете, да, чтобы вам было видно. Коробочка выглядит очень хорошо. Мы ее также покупали в Икеа. Но достаточно было сложно найти размеры, которые реально подходят к этим папкам. Можно, конечно же, какой-нибудь железный ящик, да, купить, где будет храниться вот эта картотека. Просто у меня все руки не доходят полностью, все документы разобрать, чтобы этот ящик был полностью заполнен. Вот так он выглядит, видите, в сложенном виде. То есть, в принципе, занимает немного места эта коробка внутри. Ящик нужен именно для того, чтобы вот эта вся картотека, она в подвешенном состоянии хранилась. Чем мне понравился этот вариант? Во-первых, он такой, знаете, нестандартный. Во-вторых, вы просто открываете папку, либо достаете ее и смотрите документы, которые вам нужны. У меня здесь сразу подписано, например, кредит. Ну, это уже старый какой-то кредит, нужно. Квартира, авто. То есть, здесь все документы на автомобиль. Потом Таня, Милана и Сережа. Если нам нужно в поликлинику, я открываю Миланину папку, достаю ее полис, где он, или свидетельство о рождении. Также здесь же хранятся какие-то анализы, здесь же хранятся ксерокопии ее документов. И вот, если они нужны, у меня, например, там разные дипломы, документы хранятся. Вот, поэтому присмотритесь к этому способу. Может быть, вам он понравится. Эти папки взять и посмотреть, купить, например, какие-нибудь специальные ящики для таких папок. Эти органайзеры продаются не только в Икеа, они есть и на любых канцелярских сайтах. Если честно, мне показалось, что в Икеа самая адекватная цена, потому что вы получаете очень много папок и за приемлемую цену. Я уже сейчас не помню, за сколько я покупала, это, наверное, год назад было. А на других сайтах там 5-6 папок и стоят примерно такую же цену. Ну, опять же, я считаю, что, конечно, такой ящик нужен, если у вас очень много документов. Вы хотите их рассортировать, например, вы можете, да, вот в квартире могут храняться какие-то счета, да, платежки, все, что касается квартиры. Распределите, тогда намного проще будет все это найти. Так мне нравится, что такое все пушистое-пушистое на деревьях. Лежит так красиво слой снега, все беленькое, но холодно. Милана, в школе сейчас прокатишься два раза, да, и пойдем домой. А то нам ехать еще сегодня. Да. Пойдем быстрее. У тебя получится. Милаша, сядь так, чтобы было видно. Правильно все? Да. Так, четыре плюс три. Давай на девять. Семь плюс сколько будет? Девять. Так. Будет два. Воробьем давай. Не знаю. Воробьем два. Ну, пиши. А потом Елена Геннадьевна у тебя все проверит. Вроде или точно три? Точно три. Девять. Легкотня. Легкотня? Вот. Угу. На десять хорошо знаешь, на девять не очень. Ну, а я вот тут чуть-чуть от этого. Угу. Еще хотела показать, как я храню лекарства. Правда, уже знаете, такой очень-очень старая коробка, которая была куплена в Икеа. Видите, крышка вся в пятнах. Ну, вот так. С переездами. Вот. И посмотрите. Что ты хочешь показать? Такие есть игрушки. Блестящие. Угу. Красивые блестят. Да. Только я не помню, где мы их купили. Ну, я тоже не помню. Так вот. Вернемся к лекарствам. Это вот нам Крион. Милашка болела Крион. Выписали, да. И мы так его и не стали пить. У меня свекровь сказала, что... Малышева сказала, что его не стоит пить. В общем, немного, как видите, лекарств. В основном самые нужные. И самое главное, я каждые полгода обязательно чищу аптечку. И вот лекарств совсем-совсем чуть-чуть все сложены. Если честно, мы практически сюда не заглядываем. Только иногда. И здесь у нас еще лежит аппарат, который измеряет давление. Ничего такого сверхъестественного. Я думала специальную аптечку купить. Но мне кажется, так как-то уже привычнее, что ли. Так, ребят, ну в конце видео хочу вам показать еще некоторые покупочки. Здесь у меня один заказ, который был разделен на две части. Вот в такую вот большую и плоскую упаковку была упакована кочерга. Вот такая вот кочерга с ручкой. Мы хотели заказать еще из этой же серии, этой же компании, совочек. Но его не было в наличии. Но когда мы заказали, на следующий день появился. Но закажем. Еще в подарок заказала вот такую вот книгу. Тайны железных дорог. И я не буду открывать, но здесь открывается очень много потайных, скажем так, вкладок таких. Вот. И это книга для мальчика, который увлекается поездами. И серия книг с секретами называется. И здесь очень-очень большое количество разных интересностей. Например, есть книги о космосе, есть самое важное знание. Откроет тайны динозавров, атлас мира, тайны морского флота. Откроет тайны человека. Потом тайны математики, таблицы умножения, о природе. В общем, все-все-все. Если искали на подарок, то присмотритесь обязательно. Мне кажется, очень стоящий подарок. Так. Еще одна. Здесь бумага. И еще мы сейчас с вами откроем. Написано на упаковке. Осторожно. Хрупкое здесь что-то лежит. Так. В Милане я заказала три упаковки. Одно я ей уже дала. Цветные карандаши. Снова от мультипульти. Яркие цвета. Мягкое письмо. Советую. Действительно стоящий продукт. Бывают и большие упаковки. Но я покупаю маленькие. Самые основные. Так. Дальше. Откроем. Я, кстати, забыла, что здесь. А. Это Сережин лосьон для бритья. А вот здесь уже следующее. Интересное. Очень. Я давно-давно хотела. Вот. Под Новый год сделала такой подарок. Это ступка для специи. Но и не только для специи. Я очень люблю покупать кориандр, который не молотый. Он мне больше нравится, чем который молотый. Поэтому для шашлыка я обычно все это пытаюсь как-то измельчить. Вот. И, конечно же, для этого сырка намного удобнее. Сразу хочу сказать то, что я, видите, она такая небольшая. Я ее специально заказала небольшую. Потому что, ну, специй немного обычно перемалываю. И большая мне просто-напросто не нужна. Так, а это фарфор. Ручка здесь фарфоровая. И основание тоже бамбук. Но единственное, мне не очень, да, если мне делать сюда, мне не нравится, что здесь видно клей. Очень-очень плохо. Но ступка не слишком дорогая. Поэтому вот такая вот, в принципе, симпатичная. Так, ну и еще одна покупка, которую мы сделали для дачи. Сейчас посмотрите, что у нас есть. Какой чайник мы купили для дачи. Черный, бош. И давайте с вами откроем. Сережа вчера так хотел открыть его. Но я ему говорю, Сереж, подожди, не открывай. Он говорит, видео будешь снимать. Я говорю, ну да. Поэтому он терпеливо ждал. Дай себе вкус. Хотели красный чайник, но Сережа по ошибке, вот такая инструкция здесь, по ошибке заказал черный. Посмотрим. Такая вот стопка. И вот такой вот большой чайник. Он пластиковый, где-то 1700, по-моему, стоил. Так, здесь как-то нажимается или что. А, посмотрите, какая необычная крышка. Для нас это немножко необычно. Открыли, открыли. Ну, в принципе, быстро привыкнуть можно. Вот и все наши покупки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!